Национальный банк не будет пересматривать взаимоотношения с кастодионами. Речь идет о банках-партнерах, которые оказывают услуги по хранению средств нацфонда. Так, на сегодня заморожены 100 миллионов долларов в одном из шведских банков. По данным регулятора, сейчас идет судебный процесс. После чего главный банк страны намерен провести анализ работы партнеров. И, возможно, сотрудничество с ними будет прекращено. Отчитываясь перед журналистами, глава нацбанка Дания Ракишев акцентировала внимание и на вопросах проблемных активов. Так, за прошлый год в фонд проблемных кредитов были списаны неработающие займы трех крупных банков, в числе которых и средства банка РБК. Как только акционеры банка выполняют свою задачу, Национальный банк выполняет свои функции и задачи. Это никак не сказывается на функционировании банка. Осталось выделить 30 миллиардов тенге и 213 миллиардов тенге банку выделено. Банк отвечает сейчас уже по всем своим обязательствам, выполняя все платежи и расчеты в полном объеме. По данным нацбанка, на депозитах казахстанцы хранят 17,5 миллиардов тенге. При этом клиенты стали больше доверять тенге. Вклады населения за прошлый год в нацвалюте увеличились на треть. А вот объем займов перевалил за 12,5 триллионов тенге. Из них проблемными считаются триллион 300 миллиардов тенге. Еще, наверное, лет 4-5 назад мы начали наблюдать процесс бурного роста именно необеспеченного патриотического кредитования. И по истечении двух лет этого роста, когда портфель прирастал ежегодно, чуть или не в два раза, уже тогда были ряд мер приняты. То есть сейчас по законодательству, заемщику которого соотношение долговой нагрузки к доходу, который имеет это соотношение более 50%, в принципе, банк не может вывести такой кредит.